МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Троица Сергиева Лавра – это и душа, и сердце православной России. Каждый день сюда за благословением к преподобному Сергию Радонежскому приходят, приезжают десятки, сотни, тысячи паломников. И каждый уходит, кто с утешением, а кто с вразумлением. И многим из нас будет интересно узнать, что здесь, в посене преподобного Сергия Радонежского, расположилась Московская духовная академия – сердце русской богословской мысли. Есть такая наука – богословие. В наш атеистический век считают, что наука и вера в Бога несовместимы, и богословие вовсе не наука. Однако простое перечисление имен великих ученых, которые признавали свою религиозность, может поставить под сомнение это утверждение. Исаак Ньютон и Блес Паскаль. Основоположник генетики и настоятель монастыря Иоганн Мендель. Наш соотечественник, уехавший после революции в США, Владимир Зворыкин – создатель системы телевизионной связи. Первым изображением, которое он передал, стало изображение креста. Россия дала миру великого Ломоносова, автора «От о Божьем величии». Причислен к лику святых автор очерков гнойной хирургии, профессор Война-Ясенецкий в монашестве Лука. Каждый из них счел бы вопрос, наука ли богословие, просто смешным. Богословие – это наука. И сама история православной церкви доказала, что богословие является наукой. С обывательской точки зрения, богословие – это наука о Боге, наука, которая пытается постичь Творца, что кажется совершенно невероятным. Постичь Творца невозможно, можно приблизиться к нему. И богословие дает правильное направление этого движения. Человек должен сам встать на этот правильный путь. Нужно иметь решительность встать и идти этим путем. А это уже определенная аскеза. Думная дорожка – так называется выложенный особым образом паркет в Церковно-археологическом музее Московской Духовной Академии. Эта узорчатая линия десятки раз поворачивает то в одну, то в другую сторону и пересекает саму себя таким образом, что два человека могут по ней ходить годами и никогда не встретиться. И думной она называется не случайно. Сколько богомудрых мужей ходило по этой дорожке в размышлениях о Творце, о своей решительности, об аскезе. В святоотеческую эпоху под богословием понимали, во-первых, учение о Боге и, прежде всего, о Боге в трех лицах, о Святой Троице, триодологию. Во-вторых, под словом «богословием» понимали всю совокупность христианского вероучения. И, в-третьих, под богословием понимали путь человека к Богу. А когда-то в музее Академии размещались палаты императрицы Елизаветы Петровны. Но от той эпохи в музее почти ничего не сохранилось. Только думная дорожка напоминает, что когда-то здесь был один из царских чертогов, где величава ступала и нога дочери Петра Первого. Это плод работы мастеров Елизаветинского времени. Елизавета Петровна очень часто бывала здесь, в Лавре, поскольку она была очень набожной женщиной. А, впрочем, каждую дорожку в Троице-Сергиевой Лавре можно назвать думной. Первыми тропинку сюда, к преподобному Сергию, проложили Дмитрий Иванович Донской и Владимир Андреевич Серпуховской в глубочайших раздумьях о судьбах нашей Родины. Великие князья и удельные, цари и царицы, императоры всероссийские для каждого из них, паломничеством в Лавру становилось благословением Божьим. Здесь, в Сергий Радонежский, в 1380 году благословил Дмитрия Донского на Куликовскую битву. В смутное время монахи Троица-Сергиева монастыря рассылали по городам грамоты, поднимая народ на борьбу с польскими интервентами. Обитель стала спасительной и для юного царя Петра во время его напряженнейших отношений со сводной сестрой царевной Софьей, имевшей замысел на убийство брата. Благодарность за спасение Петр I построил новый царский дворец вместо старых палат, возведенных еще его дедом на месте жидного двора обители. Видно строительство этих чертогов параллельно с трапезной палатой и Сергиевской церковью. И в их в общем внешнем виде видно, конечно, какое-то сходство. Построенные по указу Петра I царские чертоги – это уникальный архитектурный памятник зодчества. Они расписаны в так называемый шахмат, в совершенно новой стилистике окраски зданий того времени. В память о своем отце Елизавета Петровна занималась украшением царских чертогов. И здесь сохранились две изумительные голландские печи. Таких печей, пожалуй, увидеть можно только теперь в Санкт-Петербурге, где-нибудь в Зимнем дворце или во дворце Меньшакова. На потолке царского кабинета искусно вырезаны рисунки с баталиями Петра Великого. Образцами для изображений послужили рисунки с деревянных медальонов, исполненных знаменитым скульптором Андреем Нартовым для неосуществленного триумфального столпа в честь Петра I в Петербурге. Лепнина потолка второй палаты, служившей государевой спальней, состоит из аллегорических сюжетов, эмблем и надписей. Они были призваны выражать радость России видеть на престоле Елизавету. Мне очень нравится здесь покраска. Вот на голубом фоне белая, на зеленом фоне белая. Вот эти замечательные арочные окна, в которые вплетены, как кружево, вот белый липной декор – это работа русских, троих русских мастеров, которые известны поименно. И все же русское богословие началось не здесь. Благословенная лавра, покрывшая мудростью преподобного Сергия ученых-мужей, стала замечательным аккордом в блестящей симфонии слияния науки и молитвы, уединения и размышления. Одним же из первых русских богословов считают киевского митрополита Илариона, написавшего в XI веке знаменитое слово о законе и благодати. Конечно, оно написано для той эпохи, оно написано языком той эпохи, но как раз оно и говорит и о законе, и о благодати, что это самое важное в жизни верующего человека. Всем движет благодать Божия. Епифаний Премудрый, Нил Сорский, Иосиф Володский, старец Филофеи Максим Грек. Творения этих ученых-монахов XV-XVI веков считаются золотым фондом богословской мысли. Они по-прежнему востребованы современной наукой, изучаются в академии и являются предметом исследований, кандидатских и докторских диссертаций. Однако системное богословское образование, а следовательная наука складываются в России в XVII веке. С 1685 года именно в Москве это становится организованным процессом в виде учебного заведения. Конечно, были связи и с Грецией, и с Западом. Всегда богословская мысль, она подпитывалась духовной жизнью. И это самое основное. Если нет подпитки духовной жизни, то есть если нет святых людей, тогда и основы богословия не будет. На одной теории не выйдешь. В 1685 году в Москву из Константинополя прибывают ученые-братья-монахи Лихуды, Иоанники и Сафронии, сыгравшие исключительно важную роль в учреждении школы славяно-греко-латинской академии. Братья открыли ее в Богоявленском монастыре. Они преподавали греческий язык и риторику. Но через два года для академии были выстроены в Заиконоспасском монастыре двухэтажные палаты. Это год и принято считать годом открытия академии. Братья Лихуды-греки, которые получили удивительное богословское образование, защитили всевозможные степени того времени. И поэтому патриарх Иоаким приглашает их на русскую землю в согласии царской власти для того, чтобы поднимать богословское образование и чтобы в России появилось, как и во всех просвещенных странах, высшее учебное заведение, которое бы готовило достойных священнослужителей, да и не только священнослужителей, но и людей, которые были бы пригодны для государственных структур светской власти. В 1701 году Петр I присвоил учебному заведению статус Государственной Академии. Ее библиотека была самой обширной и лучшей в то время в России. В академии изучали грамматику, риторику, логистику, физику на латинском и греческом языках и многое другое. Особое же значение уделялось изучению греческого языка и культуры. На протяжении столетия Академия оставалась столпом русской культуры и образования. Ее выпускниками были не только священнослужители, но и будущие ученые, философы и писатели. Поэт Антиох Кантемир, актер и режиссер Федор Волков, математик Леонтий Магницкий, ботаник Степан Крашенинников. Самым знаменитым выпускником был Ломоносов. И, как мы все знаем, он уже потом открыл Московский государственный университет. И вот тогда произошло разъединение светского и духовного образования. Когда в 1755 году Михаилом Васильевичем был создан Московский университет, широкое гуманитарное образование в славяно-греко-латинской академии перестало играть важную роль. Наступило время изменений всей учебной программы. Это понимал митрополит Платон, предлагая делать основной уклон на богословие. Были введены новые предметы. Церковная и гражданская история, церковное право, пасхалия, история философии, медицина, пение, новые языки. Многие называют время митрополита Платона «золотым веком академии». 1814 год становится эпохальным для славяно-греко-латинской академией. Император Александр I переводит ее в Троица Сергиеву Лавру. Это уже Императорская Духовная Академия. Годы, безусловно, интересны, потому что 1814 год как раз связан с митрополитом Августином и с его деятельностью, ибо он уже в 1812 году после смерти митрополита Платона родил Московской Духовной Академии, будучи и наместником Лавры. Он помог Московской Духовной Академии переехать из Москвы в любимый для него монастырь Святой Троица Сергиеву Лавру. Замыслу митрополита принадлежит и создание церковно-археологического кабинета. Он же закупил для него первые предметы. Тогда он еще и не значился музеем. Это, по сути, свои маленькие кабинетики. Академия с высоты своего более чем 300-летнего опыта утверждает, что только гармоничное сочетание духовной жизни и богословского знания может обеспечить устойчивое развитие богословия. Символом этой симфонии ее воплощением стал в середине XIX века митрополит московский Коломенский Филарет. У каждого православного человека на книжной полке стоит русский литературный перевод Библии, который увидел свет благодаря стараниям библейского общества, основанного еще святителем Филарета. Каждая книга священного писания выходила в свет при жизни митрополита Филарета при его благословении и под его личным контролем. Согласитесь, одного этого деяния достаточно, чтобы громко войти в историю русской православной церкви. Но святительские деяния охватывали практически всю многогранную православную, да и государственную жизнь середины XIX века. Недаром Пушкин в своем удивительном поэтическом диалоге со святителем Филаретом воскликнул. «И ныне, с высоты духовной, мне руку простираешь ты, и силой кроткой и любовной смиряешь буйные мечты». Святитель Филарет Московский, вот эта та великая личность, читая даже его резолюции, можно настолько назидаться его уму и широте его познаний, богословских познаний, совмещенных с высоким уровнем духовной жизни. Особой заботой окружал митрополит тех представителей духовенства, которые даже при недостатке богословских знаний принесли службу Божью ради Иисуса, а не хлеба Клуса. Святитель ревностно относился ко всему, что происходило в Московской духовной академии. Создавалась вот такая плеяда, костяк действительно талантливейших молодых людей, которые приходили в академию, кто-то оставался в академии, кто-то уходил на приходское служение, кто-то рукополагался в архиереи. В Троице-Сергиевой лавре академия оставалась до 1919 года. После Октябрьского переворота 1917 года и лавра, как монастырь, была закрыта, и академия выселена из занимаемых помещений с экспроприацией всего имущества, в том числе и знаменитого музея. Большая часть коллекции была передана в музей-заповедник города Сергия Посад, тогда Загорск, и никакой описи не осталось. Академия была переведена в Москву, где занятия со студентами частным порядком проходили до конца 20-х годов. Но гонения на православное образование продолжались относительно недолго. Уже в 1946 году Московская духовная академия вновь открылась, только при Новодевичьем монастыре. Сталин проявил личную инициативу по возрождению духовного вуза. Иосиф Виссарионович, как воспитанник семинарии, справедливо посчитал, что для возвышения национального патриотического духа все средства хороши. Вождь прекрасно понимал, что православие всегда было объединяющим центром русского народа. В 1948 году, когда в Троице Сергиевой Лавре уже была возрождена монашеская жизнь, Московская духовная академия вновь вернулась на историческое место в духовный центр православия. Если до революции здесь находилась только академия, то в послевоенные годы открылась еще и семинария, ставшая первой ступенью в духовном обучении. И учебные корпуса вновь ожили и наполнились студентами. Правда, это мало еще напоминало ту академию, где в начале 20 века обучалось несколько сот человек. В настоящее время наша академия, Московская духовная академия, это четыре подразделения. Это самое большое, это семинария, задача которой готовить священнические кадры на основании семинарского образования человек уже может быть рукоположен в священный сан. То, что согласно реформе, это практически бакалавриат. Второй этап академии, это уже магистратура, то, что по старой системе, это была, собственно, сама академия. Вот, это уже магистратура, принимаются лучшие по окончании бакалавриата и выпускники других семинарий, то есть других бакалавриатов. Есть в академии и своя аспирантура. В нынешней России, когда церковь играет все большую роль в светской жизни, проводится реформа церковных учебных заведений. Ее цель – приблизить богословское образование к современной жизни, сделать его понятным. Но, как говорит святейший патриарх, это должна быть именно реформа, а не революция. Поэтому академия сохраняет лучшие с традицией православного образования. Не потому ли в кабинете ректора висит глубокая, исполненная драматизм и картина? Художник здесь изобразил профессоров академии до революционного периода. Это символическая картина. Они все жили в разную эпоху. Последний, кто здесь изображен в историческом плане, и отец Павел Флоренский, вот третий справа, с книжкой в руках, он застал закрытие академии, был сотрудником государственного музея, который был основан здесь, на территории Лавры, затем Соловки, ну и, как стало известно, что был расстрелян на этапе переезда в Сибирь. Даже вот так художник изобразил там крест в парке. Крест он поставлен по инициативе святейшего патриарха Алексея I в 50-е годы. То есть получается вот такое наслоение эпох действующих лиц, изображенных здесь. Одной из главных и труднейших задач было восстановление разоренного церковно-археологического кабинета. Осталось воспоминание его состояния в 1948 году. В комнате музея существенных изменений нет. Это пока выставка фотографий размещенных довольно неумело. Не по темам, без текстов. Начал кропотливую работу протоиерей Алексей Остапов. Возрождение кабинета музея – это его заслуга. То, что сделал отец Алексей Остапов, вряд ли кто-то сможет повторить. До меня дошло большое количество тех интересных эпизодов, когда отец Алексей Остапов сам лично выезжал в близлежащие районы, города, собирал там иконы и привозил их перекладным путем. И ныне экспозиция церковно-археологического кабинета при Московской Духовной Академии занимает 12 залов, бывших царских чертогов и насчитывает более 20 тысяч единиц хранения. В музее представлены византийские и русские иконы, церковная утварь, облачения, рукописные и старопечатные книги. Церковная археология, иконография – темы многих диссертационных работ. Кандидатская диссертация, которую я защитил, в 2000 году посвящена церковной археологии темы ее воскресения Христова. Главной темой всей этой важной, на мой взгляд, иконографии – это показать всем христианам, как зарождалась иконография воскресения Христова. Восстановлена и некогда знаменитая библиотека Академии. Ее первыми собирателями стали братья-монахи Лихуды. Они пожертвовали в нее свои собственные книги. Библиотека всегда была предметом особого внимания со стороны государства. Недаром в духовном регламенте Петра I отмечалось, что при школах быть в библиотеке довольной, ибо без библиотеки, как без души, Академия. Представьте себе такую картину, когда русский писатель Шеварев в середине XIX века, посещая библиотеку, пишет о том, что это прекрасные и уютные залы, в которых очень холодно заниматься. После закрытия Академии фонды и архивы ее библиотеки были переданы в библиотеку имени Ленина. Сейчас в Академию вернулись некоторые экземпляры из старого фонда. И началась широкомасштабная реконструкция библиотеки. Но это не только внешняя реконструкция, это реконструкция всех библиотечных процессов с тем замыслом, чтобы связать в единое целое то, что происходит снаружи, то, что происходит внутри, и с попыткой здесь, на примере библиотеки, понять ту основополагающую роль богословия, которая богословие имеет и в московских духовных школах, и вообще в мировой науке. Наука не стоит на месте, в том числе и богословие. Ученый должен быть в курсе любых новаций и открытий. Поэтому пополнение фондов библиотеки новыми изданиями, как, впрочем, старинными и даже древними, так и современными, одна из главных задач ее хранителя и вдохновителя. Именно так можно назвать игумена Дионисия. Мы много знаем, но нужны ли слова там, где царит священное молчание? И может ли наука быть нужна, хоть многое она собрала знания? Если слагаем в сердце связки слов, как самых диких деревенских сучьев, и избежать пытаемся оков и сладости земли благополучия, то, может быть, слова заговорят и станут путеводную звездою, а в сердце богослова райский сад вдруг зацветет, и все уйдет пустое. В течение семи лет Академии реализуется так называемый европейский проект, когда библиотеки европейских университетов жертвуют ей книги, относящиеся и к богословию, и к гуманитарным наукам вообще. Каковым могут быть, например, восточные языки, то, что относится к арабской, сирийской, армянской, коптской, христианской письменности, то, что относится к европейской культуре, к философии. И иногда те люди, которые очень самоотверженно дарят нам книги, удивляются тому запросу и той широте, с которой мы относимся к этому предложению. Богословие – это очень тонкое понятие. С одной стороны, богословие – это наука. С другой стороны, богословие – это духовная связь человека с Богом. Недаром один древний церковный автор сказал – «Кто молится, тот и богослов». Учащиеся преподаватели Московской академии и семинарии имеют собственную домовую церковь. Здесь их молитвенное богословие, являющееся основой и дипломов, и диссертаций, которые скоро будут признаваться и государством. На карте России мы с вами можем увидеть множество городов, в которых при попечении академии открыты духовные школы. А скоро таких городов и таких школ будет еще больше. А это значит, что думная дорожка не заканчивается здесь, в благословенной лавре. Редактор субтитров А.Семкин